Как называются товары на каждый день по низким ценам? Товары на расхват. Покупайте на Озон. Внимание. Данное видео создано для того, чтобы тупо поржать и не пропагандировать ничего, кроме юмора и стёба. Автор ролика ничего не употребляет, у неё просто больная фантазия. Так что расслабьтесь и получайте удовольствие. О, привет. Это же ты, мой зритель. Подожди. Что будет, если сайты и приложения станут людьми? Давай представим. Слушай, а можешь передать той девушке? Под эти стой я передумал! Слушай, а можешь передать этой девушке вот это? Смело. Что это? Подожди, я передумал! Тут такое дело, один молодой человек решил тебе своё небольшое изображение показать. Но потом передумал, поэтому сделаем вид, что ничего не было. Привет, я фотик новый купил. Покажи, как пользоваться. О, это же замечательная камера для начинающих фотографов Canon 550D. Широкий функционал, удобное управление. Макросъёмка, портретный режим, а также видеосъёмка в формате Full HD. Дополнительный блок аккумуляторов существует для того, чтобы увеличить время работы камеры. Ну что ж, поздравляю тебя с покупкой. Пользуйся с удовольствием. Блин, спасибо большое. Столько полезной информации. Что бы я без тебя делал? Привет, я камеру купил. Покажи, как пользоваться. А это как бы... А давай я тебе лучше шамана спою. Я русский, я иду до конца. Я русский, моя кровь от отца. Очень полезная информация. Я русский, и мне повезло. Малыш, сейчас сложный период наших отношений, я всё понимаю. Просто знай, я люблю тебя, и я хочу, чтобы ты была со мной. Анфиса Глубокий только что зарегистрировалась. Отправь ей сообщение. Вовремя. Какая Анфиса? Ты скотина. Ну, Искорка, догоняй, рысой. Искорка, ну неприлично, мы же играем, а. Поехали. Догоняй. Ребята, ребята, а вы видели ждуна? Вот умора. Толерантный анекдот. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно мне, пожалуйста, американо? А вам с молоком? Нет, не афроамерикано. Чувствуешь. Чувствуешь. Минус вай. Опа, опа. Францэй олимпиада. А у девки той елда. Света шоколада. Ну, это кринж какой-то. Они вообще соевые. У песни крыш поехала. Искорка, успокойся, сейчас попьем. Погнали лучше в ТЦ-шку потусим. Гламур, блонды, гламур и брюнетки. Надоело слушать рекламу? Подключай подписку на бесплатное прослушивание треков и наслаждайся любимой музыкой без прерыва. Реклама, лицензия ОАО ОГРН и ППП 456888880. Снилс 42002-1116667777. Город Сиппевкар. Мне не важно наш лайфстайл. Гламур. Хочешь сиську покажу? Давай. 100 рублей. Ну ладно. А жопу покажешь? Пятихатка. А чё так дорого? А ты халявщик что ли? Нет. Может переводом? Только на зарубежную или криптой. Давай так. Я сначала сиську посмотрю. А по жопе потом решим. Ладно, пошли. Вот смотри. А это Ленечка маленький. Спит без трусиков. Вот смотри с писюнчиком. А мальчик-то уже подрос. А вот это я на втором курсе кулинарного техникума. Смотри. А чё тут такая прыщавая? Да будь ты проклята такое говорить. Ой, да я вообще на твоём месте эти фотки никому не показывала. Хочу и показываю. А если показываешь, будь добра, принимай критику. Поняла? Ой, да ты на себя посмотри, свинота. Я на тебя посмотрела. Надо было перед фотографией хотя бы заштукатурить лицо своё. Господи, кто бы говорил. Ты вообще позор нашего города. Я тебе больше ни одной фотки не покажу. Я к тебе больше никогда не приду. Ой, а я вот дверь закрою и заблокирую, чтобы больше никогда ко мне не пришла. А я тебе все стены говном измажу. Ну понятно. Ты найдёшь потерянный рай. Добрый вечер, Вероника Павловна. Это служба безопасности Бзбербанка. С вашей карты сейчас пытаются снять деньги. Если это не вы, то продиктуйте, пожалуйста, три цифры на обороте карты. Ага. Спасибо. Ваши деньги теперь вообще в полной безопасности. Да, до свидания. Как хорошо обслуживать пенсионеров. Что бы я без них делал? Дай бог им здоровья. Начальник, я ссать хочу. И вообще, сколько вы меня здесь держать будете? Это беспредел какой-то. Свать, закрой собака. Начальник, дай я позвоню. У меня есть право на один звонок. Сиди, не рыпайся. Ху**а. Фу, какие люди. Я не удивлен. Хотя ты долго держался, молодец. Да ладно, не ссы, и прорвемся. О, наконец-то. Здорово. Здорово. Что, как ты? Отлично, слушай. Опубликуешь для меня, а? Да не вопрос. Что по цене? Да все так же. Отлично. Ладно, давай. А, погоди, погоди. Я тебя кое с кем познакомлю. Псс. Да, ну, на. Внакомые лица. Ты, если что, обращайся. Хорошим людям всегда поможем. Спасибо, конечно, но я надеюсь, что не понадобится. Я думаю, что я здесь ненадолго. Конечно. Конечно. Мое присутствие здесь, это чистое недоразумение. Я надеюсь, они там разберутся и все наладится. Правда ведь? Нет. Хороший трек. А кто исполняет? Ну, это эти, как их. Блин. Слышь, подскажи, а. Вы еще не знаете эту песню? Это же вторики, а нас хотя бы кормят. Точно, блин. Батя Фонг, кузовщина, внутрянка. Пол Энгеман, push it to the limit. Агата Кристи, я на тебе, как на войне. Да, крутой трек. О, давайте я его на гитаре сыграю. Супер, а я спою, давай. Только аккорды бы вспомнить для начала, конечно. Погнали. Я на тебе, как на войне. А на войне, как на тебе. Но я устал, окончен бой. Беру портфель. Чего? Я не понимаю, что это за трек. Ты что, гонишь что ли? Мы только что ее слушали, ты прикалываешься? Я должен платить тормозу, не ведем, вы посетите. Ну что, напрыгались, голубчики? Вот и сидите теперь. Ну это же несправедливо, вы же тоже меня смотрите, отпустите. Скажите хоть статья какая, а? Да ладно, вы не расстраивайтесь. Нам всяко лучше, чем вон. Тому. Спасибо за работу. Полезное дело делаем. А что, получается они там надолго? Надолго. Наконец-то заживем. Вот вам теперь они просмотры. Теперь твои просмотры будут твои. Понял? Вот так вот, дураки. Дураки. Это что, получается мы теперь только их смотреть будем? Ой, бля. А может, Ютуб отпустим? Слушай, а надо подумать. МЕЙЧИ planner. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звободите папу! Он же ни в чем не виноват! За что его так? Ну подумайте хотя бы обо мне! А этот как сюда попал? А, так он сам сюда пришел и выходить не хочет! Он что, дурачок? Ну как видишь! О, видишь разминается! Сейчас мужики придут! Снимать его будут! Спасибо за просмотр! Пишите в комментариях, что вам понравилось или не понравилось в этом ролике! А так же ставьте лайк! И подписывайтесь на канал! Пока это возможно! Потому что возможно! Через некоторое время это будет уже невозможно! В России во всяком случае! Потому что ни для кого не секрет! Ютуб замедляют! Закрывают! Блокируют! Как ни назови! Вероятно, что в ближайшее время мы пользоваться Ютубом не сможем! И это очень грустно! Потому что моему каналу 26 октября будет 10 лет! 10 лет мы с вами вместе! Вас почти 3 миллиона! Буквально несколько десятков тысяч там не хватает до 3 миллионов! И наверное уже в России я эти 3 миллиона не наберу! Благо у меня еще есть зарубежные зрители! Где-то 20-25 процентов! В любом случае! Даже если в России на глушняк закроют Ютуб! Я буду стараться как-то делать контент для моих зарубежных зрителей! И если даже с VPN YouTube работать не будет! Ну будем как-то переходить на другие площадки! Другой вопрос на каких условиях! Потому что нужно понимать, что производство контента это дело довольно затратное! Это упирается не только в меня одного! Зачастую над этим работает большая команда! Многих блогеров кстати забирают на другие площадки, на контракты! В принципе за неимением другого какого-то варианта развития! Почему бы и нет? Я тоже буду ждать достойного предложения от других площадок! А своих коллег-ютуберов я призываю не опускать цены на рекламные места! Потому что мы с вами не для этого годами создавали контент! Трудились! Чтобы в один прекрасный момент нас просто оставили без штанов! По поводу вообще всей ситуации с YouTube! Ну что я могу сказать? Если коротко и в общем! Я это не поддерживаю! Это тупое говно! Тупого говна! Более подробно все свои мысли по этому поводу я изложил на Boosty! Переходите! А так есть еще несколько роликов которые выйдут на YouTube в любом случае! Я надеюсь в России их тоже успеют посмотреть! Кстати я забыл сказать! Я нашел средства для того чтобы снять еще серию гаража! Мы короче договорились с рекламодателями что они возьмут три серии! Гарантированно должно было выйти! Но теперь исходя из того что непонятно что будет с YouTube! Я не знаю! Ну одну серию мы точно должны выпустить! И выпустим! Ну и надеемся что может быть как-нибудь что-нибудь они там порешают! И все-таки YouTube будет работать здесь! И можно будет спокойно развиваться! А для подписчиков которые смотрят меня не из России! Вообще ничего не произошло! Все нормально! Ждите! Новые ролики будут обязательно! Даже если мне придется уехать для этого в Казахстан! И публиковать оттуда вы с флешки! Счастливо! В общем еще увидимся!